Привет подписчики канала! Наконец-то к нам пришла весна, новый сезон, расцвели уже цветочки первые, различные крокусы, белые, голубенькие. Ну что, вот собственно само это здание бани. Хочу вам сегодня показать, что на втором этаже планируется. Вот есть там какой интересный второй этаж и хочу немножко рассказать о своих планах и рассказать о той ошибке, которую я сознательно сделал. Но это уже в конце сезона я ее как бы эту ошибку сделал, потому что не было другого выхода. Я неправильно накрыл там пароизоляцию. Кстати, вот это тот шуруповерт, который у меня там на канале. Я переводил его на литий с никель-кадмия. Ну что, пойдемте внутрь, подымусь, налезится на второй этаж. Покажу вам, что там творится. Так, вот такой вот второй этаж. Собственно, здесь труба от печки и к трубе. Значит, смотрите, что еще пристыковано. К трубе пристыкована вот такая тема. Сейчас, секунду обойду. Это вот, кстати, утеплитель, которым перекрытия утеплялись. Я уже немножко полностью делил. Так, смотрите, что к трубе пристыковано. Пристыкован вот такой вот камин. То есть, как бы, сама вытяжная труба идет одним каналом, а камин такой небольшой, он отдельным каналом пристыкован. И они, видите, вот две юшки, две задвижки. Они независимо могут открываться. То есть, можно открыть отдельно. Это вот то, что там на баню. А это вот отдельно задвижка камина. Ох, что-то она после зимы не хочет... Прихватила ее, не хочет отодвигаться. Ну, собственно, камином, как бы, здесь пока никто и не пользуется. Вот. Ну, решили сделать это в плане таком, что здесь сделать такую комнату, где можно будет вот зимой приехать и, допустим, идет дождь. Как это сказать? Хочется пожарить мясо, какой-то шашлычок. Можно будет подняться сюда и здесь уже погреть каких-то два-три шампурчика для того, чтобы перекусить. Вот. А значит, смотрите, какую ошибку сделал. Ну, сознательную ошибку. Вот. Я, когда уцеплял перекрытие, вот видите, под доской лежит, здесь положил не мембрану, а положил такой же наверх кусок гидроизоляции. То есть, получается, гидроизоляция лежит с двух сторон, чего не должно быть. То есть, с одной стороны должна быть паропроницаемая пленка. То есть, пары, которые, если и попадут внутрь утеплителя, они должны через эту паропроницаемую пленку, ее еще также называют мембрана. Вот. Через эту мембрану они должны выйти, грубо говоря, и подняться уже сюда. На верх. Ну, вот. Такая вот тема. Конечно, эту комнату тоже будем утеплять. Делать такой небольшой здесь зал для отдыха. Ну, с возможностью ночевки, потому что дом, который основной, он достаточно большой. И, сами понимаете, его протопить, это достаточно трудоемкая тема. Но здесь эту комнату протопить будет намного легче в зимнее время. Да, вот, смотрите, эта пленка, она у меня здесь и снизу, и сверху. То есть, когда вот здесь вот сверху, ее быть не должно. Это я просто закрыл на зиму, чтобы не было вот этого, видите, здесь вся кастрюжка собирается, чтобы она просто не летела в утеплитель. Вот такие планы на этот год. Поэтому, если вам интересно увидеть, что из этого получится, подписывайтесь. Это очень, так сказать, будет кстати, поскольку нужны подписчики на канал для его развития, для его продвижения. Вот, ставьте лайки, задавайте вопросы, спрашивайте. Ну, скажу так, что я не мегапрофессионал, все делаю своими руками. То есть, я никого не привлекаю. То есть, только мои руки и мой опыт. Вот, отдельная тема, еще надо будет вот здесь вниз, все-таки делать лестницу какую-то, такую капитальную. Я уже начал прочерчивать чертежи в автокаде. Тоже достаточно такая серьезная тема. И, ну, это отдельная тема по лестницам. Тоже такой будет интересный проект. Все, всем удачи. Всех, так сказать, с началом нового сезона. Вот. Будем что-то делать, будем двигаться дальше. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok